Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность в том, что второй ветки метро быть, написал на своей страничке в Инстаграм губернатор Евгений Куйвашев, внимательно выслушав путинский ответ на вопрос одной из екатеринбургских журналисток о метро. Вторая, Екатерина Цыганкова, тоже хотела задать Владимиру Владимировичу аналогичный метровопрос. И для пущей убедительности в куларах столичного центра международной торговли, где проходила 15-я по счету ежегодная большая пресс-конференция президента страны, журналистка с Урала накинула на плечи оранжевую жилетку, а на голову надела каску с брендом екатеринбургского метрополитена. Но Путин заметил в толпе журналистов не Катю, а Фариду с бумажным сердечком в руках и с признанием в любви екатеринбургцев к Путину. Владимир Владимирович сам попросил передать микрофон девушке в желтой кофточке. Вот в желтой кофточке девушка стоит. В желтой, да, девушка в желтой кофточке сейчас. Впрочем, это уже детали. Отвечая на вопрос сердечной журналистки из сетевого издания о второй ветке метро в уральской столице, Путин заявил о том, что Екатеринбург динамично растущий город, которому, безусловно, необходимо развивать свою транспортную сеть. Мы очень нуждаемся в метро. Помогите нам, пожалуйста, построить метро. Где? 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 В Екатеринбурге. А, в Екатеринбурге? Да. Помогите нам, пожалуйста, построить вторую ветку метро. Екатеринбург очень бурно развивается. Да. Становится все более и более современным. И, конечно, он нуждается в развитии инфраструктуры. Некоторое время назад было принято решение о том, что такие проекты должны осуществляться на основе региональных возможностей и ресурсов. Но это невозможно. Поэтому реализация подобных проектов, конечно, должна осуществляться вместе с федеральными властями и при федеральной поддержке. Мы недавно совсем говорили о таких же планах развития метро в Красноярске, где метро просто начали строить, а потом бросили и заморозили. Вот как первый шаг нужно там это сделать. Но не сомневаюсь, не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге. Надо просто с властями, как следует, поработать с региональными властями. Поработаем обязательно. Чуть позже губернатор заметил, что мы тоже готовы максимально активно продолжать эту работу и уточнил. Далее цитата. Владимир Владимирович справедливо заметил, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно. По расчетам специалистов, к 2023 на строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге нужно будет потратить колоссальную сумму – почти 74 миллиарда рублей. Естественно, большая часть этих денег должна быть выделена федеральным центром. Город и область, впрочем, тоже не сидят сложа руки. В этом году в бюджете Екатеринбурга заложены четверть миллиарда рублей для проектирования второй ветки метро. Вообще-то, по генеральному проекту, веток метро должно быть не меньше трех, но пока нам бы хотя бы вторую вылабировать. Если кто-то позабыл, последняя девятая станция Чкаловская. На пока одной ветке Екатеринбургского метрополитена была опущена в эксплуатацию в 2012-м. Мы связали север и юг города, и теперь появилась очень реальная перспектива соединить запад и восток второй веткой метро. Ведь сегодня даже одной веткой в год пользуются почти 48 миллионов пассажиров, заявил глава региона, уточнив, что из-за высокой плотности городской застройки и интенсивного роста транспортных потоков, Необходимость проектирования и строительства второй ветки метрополитена протяженностью в 14 километров 400 метров – это одна из самых насущных задач в городе, который в 300-летний свой юбилей принимать будет универсиаду. Это прежде всего связано с экологической обстановкой. По словам губернатора, до 90% вредных выбросов в атмосферу дают сегодня автомобили. Если судить по комментариям екатеринбургского мэра Александра Высокинского, его тоже вдохновили слова Путина. Чиновник заявил о том, что у них сегодня на руках предпроектные разработки, и естественно с ними и легче, и проще обсуждать с федеральными чиновниками вопрос по строительству метро. В отличие от прагматичного сенатора Чернецкого, губернатор верит, что все сложится как надо. Еще цитата. Мы приложим все усилия к тому, чтобы новая линия метрополитена у нас из общей мечты стала реальностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова